Приветствую вас, Ксения, я прочитал ваш вопрос, давайте мы с вами его разберем. В первую очередь хотелось бы отметить, что у вас есть очень высокий уровень интеллектуализации. Это попытка найти какую-то технику для быстрого решения своей проблемы, но так не бывает. То, что у вас с вами происходит, зависть, это достаточно, скажем так, характеристики достаточно сильно интегрированы в тело вашей личности. И связаны они с определенными установками, от которых сейчас, на данный момент, как мне кажется, отказаться вы не готовы. Вообще, складывается такое впечатление, что с одной стороны вы хотите что-то изменить, а с другой стороны не так, чтобы и очень. Потому что чувствуется у вас сопротивление и желание отказываться от той тенденции, которая у вас имеется. В частности, вот, как бы, ну, когда вы говорите, например, что не хочу себя там сравнивать с тем, кто хуже меня, так возникает вопрос, а зачем себя вообще с кем-то сравнивать, да? Вот, но дело здесь немножечко не в этом, а в том, что вам хотелось бы не работать, хотелось бы быть на всем готовым, как вы сами пишите. Вот, и вот это вот желание, да, оно ведь связано с тем, что вы не реализуетесь в жизни, оно связано с тем, что вы двигаетесь не совсем туда, куда вы хотите. Вот, потому что вряд ли вы будете спорить с тем, что каждый человек находится на своем пути и указывает человеку свой путь развития, и каждый человек ответственный за свой выбор. Он делает свой выбор в жизни, и он делает выбор максимально эффективный и максимально качественный для него, с учетом его возможностей. А вы, раз завидуете, этого не чувствуете, не чувствуете, что полностью-полностью раскрывает, не чувствуете, что действуете на пределе своих возможностей, а это значит только то, что вы себя сдерживаете. И именно вот этот вот фактор, фактор сдерживания себя играет здесь на руку развитию зависти, фактор подавления, фактор желания сделать все правильно и так далее. С другой стороны, дело не в том, что вы себя обесцениваете, обесценивание, кстати, связано с остановками, здесь не выписывать нужно что-то, а именно с остановками работать. Дело здесь в том, что вы не принимаете себя, вы стыдите себя, вы стыдите своих, ну, больших, как вы говорите, плеч, вы оцениваете свою внешность как посредственную. И в целом это выдает некоторую вашу незрелость, незрелость эмоциональную, вы, простите, пожалуйста, вот, и нелюбовь к себе. Обычно в таких случаях рекомендуют личный рост, культивирование любви к себе и безусловное принятие. Это то, чего у вас нет. Вот, значит, ну, это можно сделать, сделать безусловно, это можно подкорректировать. Дальше. Идеального ничего не бывает. Я уверен, что пара, о которой вы говорите, это люди, которые просто создали образ и проблемы есть у всех, и просто кто-то эти проблемы скрывает и принимает, кто-то, как вы, их отрицает. Следующее. Отношения с вашим мужем можно гармонизировать, делать так, чтобы не было ссор. Ссоры, в свою очередь, с точки зрения психологии, связаны с тем, что, опять же, у вас есть у обоих проблемы с личными границами, с восприятием эмоциональной и, вероятно, физической близости, с попыткой сдерживания от того же самого эмоций и так далее, что копится и в итоге выливается в ссору. Если это подкорректировать, то ссор не будет, конфликтов не будет. Вот. То же самое, в принципе, касается и отношений с мамой, если проработать некоторые обиды ваши на неё и несколько повысить уверенность в себе. Ключевой момент, глобальный момент, на который нужно обратить ваше внимание, это некоторая установка должна сравнивать себя с другими, у меня должно быть как у других. То есть, понимаете, вы считаете, что то, как у вас есть сейчас, то, как вы живёте, это несправедливо. И вот эта позиция, вот эта позиция, она может быть верной. То есть, эта позиция, она не обезнательна на 100%, не верна для вас. Вопрос заключается в том, какую цену вы платите за следование этой позиции. Ну, на мой взгляд, цену вы платите достаточно высокую, потому что это отравляет вауф, это отравляет вашу, в принципе, вашу семейную жизнь. Вот, значит, для чего человек ставит себе идеал, который он не может достичь? Вот, это тоже такая, ну, можно сказать, жизненная позиция, да, когда человек ставит себе определённый идеал, да, и, ну, как бы не может его достичь, и постоянно, практически переживает вот состояние фрустрации из-за того, что не может этого идеала достичь. Ну, здесь в какой-то степени всё очень просто. Во главу угла здесь ставится недостижение этого идеала, потому что и вы, и мы понимаем, что вы та, кто вы есть, а люди вокруг тех, кто есть. Важно другое, что когда вы не достигаете идеала, вы себя чувствуете какой-то. И вот, то ради чего делается это, то ради чего ставится такой идеал, как раз таки ради помочь, чтобы себя бичевать. То есть, здесь некий такой мазохизм, да, когда я себя бичую, я, мне, мне, конечно, плохо, вот, когда я себя бичую, мне плохо, безусловно. Но, в то же время, когда я себя бичую, я чувствую себя более-менее, например, определённо. Более-менее я чувствую себя, вот, ну, как бы, может быть, это, чувствую себя более-менее комфортно, может быть, не совсем это корректное слово. Но, наверное, вот, суть, суть в том, да, суть, вот, в том, что вам нужно для чего-то себя, вот, значит, бичевать. Это такая музыкалистическая позиция, позиция по отношению к себе. И, эээ, вполне же, может быть, эээ, вполне же, может быть, эээ, что, эээ, из-за этого вы так относитесь к, эээ, своей, например, фигуре, к себе в целом. И, эээ, к отношениям, и люди, люди, и к людям, которых вы выбираете. То есть вы, эээ, можете выбирать не совсем, эээ, тех, тех людей, эээ, которые полностью, эээ, ну, которых вы испытываете позитивные чувства, да. Вы можете, эээ, просто, эээ, выбирать, эээ, тех, кто, эээ, оставит вас, эээ, заведомо в таком, эээ, неудовлетворённом, ээээ, состоянии, да, в такой неудовлетворённой, ээээм, Позиция, вот, потому что вы можете считать, что вы этого достойны и, собирая вот эту вот историю, что кто-то лучше, да, вас, вы просто это, ну, подтверждаете вот эту позицию относительно себя. Вот, к сожалению, к сожалению, вот это то, что я могу вам сказать, значит, с точки зрения психотерапии, ну, психологии, психотерапии. Вот, значит, я также сказал бы ещё, что довольно явственно чувствуется некоторая агрессивность у вас, ну, в вашем письме чувствуется агрессивность, чувствуются обиды. Это, к сожалению, то, что весьма негативно влияет на человека, весьма негативно влияет на его самочувствие, на то, как человек себя, ну, как человек себя ощущает, вот, и, чтобы вам иметь возможность двигаться дальше, чтобы вам иметь возможность двигаться вперёд, необходимо от этих обид избавиться. Это не что-то связанное с техникой напрямую, это проживание и отпускание последующих обид, это работа с определёнными ожиданиями и, повторюсь, это работа над принятием с себя и над тенденцией к сдерживанию, потому что то, что, то, как вы говорите про своё нежелание работать, про то, что у вас нелюбимая работа, ну, волей-неволей, у меня лично вызывают вопросы, связанные с тем, оба, вот, как дела обстоятельства, допустим, с вашей реализацией, например, вот, ну, просто вот, да, как, как вы, вот, вообще реализуетесь, вот, то есть, если, например, ну, если, например, вы себя сдерживаете, да, то вы не полностью раскрываетесь, то вы на сто процентов себя не проявляете, вот, и, ну, естественно, вы будете сравнивать себя, потому что вы имеете основания чувствовать и думать, что способны на большее. Вот здесь это правда. Так, давайте теперь, значит, так, не умею справляться с другим людям, особенно к знакомым, так, ну, это сравнивание себя, вот, сравнивание, сравнивание себя с другими, это следствие того, что родители ваши сравнивали вас, да, то есть, не принимали вас такой, какая вы есть и были в некоторой степени отстранены от вас, то есть, они были, ну, не близки с вами. Вечно тянулись до какого-то идеала и, конечно же, не могу его достичь. Ну, а выникают вопросы, куда, вот, ну, зачем, какая выгода, выгода, какую выгоду вы получаете от того, что тянетесь до идеала. Так, проблема с самостоятельной, это понятно, но делать это с этим, что, ну, как, что, работать с психологом. Хотя я себя люблю и знаю, что во многом лучше других нет. Понимаете, вы себя не любите, потому что вы себя не принимаете, и вы говорите, что я лучше других, это тоже не признак любви, потому что никто, никто не лучше кого-то, все люди ценны по-своему. А, дальше, тут немного иная ситуация, да нет, тут ситуация, в принципе, она не иная. Так, мне 30, может 31, вместе 3 года, недавно родился ребенок. Какое для вас имеет значение возраст, вот, какое значение имеет ребенок, и что мы с вами и мужем общего? У меня сложилось впечатление, что не так много, могу ошибаться. У нас в окружении есть идеальная пара, ну, идеальных ничего не бывает. Как я уже сказал, это образ. Вот, это образ. Дальше. Я похвастаться особо ничем не могу. По сравнению с кем. Знаете, вот то, что вы не можете похвастаться, говорит о том, что вы должны чем-то похвастаться. Когда человек чем-то хвастается, он выставляет на показ, когда он выставляет на показ, он это делает для других, когда он это делает, и для других он не делает escrever этого для себя. То есть, для вас важнее сделать что-то значимое для кого-то, а не для себя. Вот причина, по которой вы не удовлетворены. Дальше, работа обычная, это какая нелюбимая? Зачем тогда выбирали, если она нелюбимая? Только ради денег. И что самое главное, работа ради денег вполне себе окей. Если этого человеку достаточно, но вам этого недостаточно. Вот в чём прикол. Дальше, так, внешность посредств. А это как? Вот если учесть, то у всех людей внешность абсолютно уникальна. Так, фигура от природы не очень. Не очень с точки зрения чего? Ширюхи и ближай, которые только приходится скрывать, на всех годы кажутся крупной, хотя лишнего веса нет и особо совсем. Это стереотипа. Я не знаю, понимаете ли вы, Ксения или нет, но это стереотипа, то, о чём вы говорите. Это желание соответствовать определённому стереотипу, то есть не свобода. Жена друга старше его за несколько лет в этом красотке у многих моих, у всех моих знакомых лезут, волосы послеродов, у неё копна, фигура, как будто не рожала, значит, выпиши на листок, кто может что-то хвалить, он со мной не работает. Но это сопротивление, короче. Я не говорю, что эта техника эффективна, если кому-то подходит, подходит, кому-то нет, но очевидно, что у вас работает сопротивление и желание оставаться в этой позиции. Да, обесценивание, понимая, но это понимание делать мне легче не даёт сразу желание сказать, как у меня всё хорошо, безусловно, но обесценивание восходит в какой-то установке, вот с установками уже нужно работать. Они, конечно, и с ураганским племенем сравниться, зачем вообще с кем-то сравниваться, вот так. Почему? Синие себя нужно обязательно с кем-то сравнивать, зачем? О, так, потом, значит, выходит на авансцену такая пара, и что? И что, и что? Вы не принимаете свой путь развития, вы не принимаете своё положение. Пусть у меня хорошие, жизнь у меня хорошая, это оценка для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Ну, здесь тоже есть ряд нюансов, что вы вкладываете в любовь, вот. У меня в профиле, там, предыдущий ответ, вот, который я оставлял на вопрос, он, по-моему, звучит так. Люблю, но хочу, чтобы поменялось. Вот это вообще-то, как бы, противоречие, но человек уверен, что любит. Вот, вы, вы тоже можете быть уверены, что любите, но, на самом деле, любовь, это не такое уж частое явление. Поэтому я не говорю, что вы не любите своего мужа вообще, но, рассмотреть, хотя бы, что вы вкладываете в любовь, если вы не боитесь, конечно, можно. Не особо много зарабатывает, но особо много не зарабатывает, хоть и много работают, а должен много зарабатывать. Ругаемся немало, но про это я уже говорил. Особенно теперь, когда ребёнок совсем маленький. Ну, ребёнок здесь ни при чём. Кстати, на ребёнка это очень негативно влияет. Машина по малым куплена, живём в моей квартире, много помогают мои родители. И что? И что дальше? Ну, то есть, и что? Я действительно, вот, на мой взгляд, меня тут не смущало особенно, но как же хочется, так как уж и не друг, но что готовый, не работать, в своем месте, особенно ничего для этого не делать. А вот подумайте, откуда такое желание у вас к сих пор? Квартира обычная, торопились, ремонтом сделали кое-как. Это тоже раздражает, когда сидишь дома с ребенком, видишь все изъяны, но вот такая. Это означает только, что вы неуважительно относитесь к своему выбору. Выбор, потому что вы сперва сделаете, а потом жалеете. Это такой вот невротический немножко показатель. Негде погулять в коляске, потому что я четвёртый этаж без листа. Я бы сказал, что здесь у вас жертвенная позиция. Вот, то есть это треугольник карпанов, то есть отсутствие личной ответственности. А у кого-то десайнерский ремонт, значит так, территория, это нормально. У кого-то так, у кого-то так. Важно, чтобы вы видели всю линию того, как вы оказались там, где вы находитесь. А у вас, к сожалению, этого нет. То есть у вас нет вот этого видения, как вы оказались там, где вы сейчас. У вас есть только вот что. Как бы я в моменте, да, и мне этот момент не нравился. Вот. А то, что вы оказались в этом, ну, в этом моменте, грубо говоря, грубо говоря, не случайно. Вот. Это вот как-то из виду, так сказать, опускается. Упускается, точнее, из виду. Дальше. Так. В смысле примечивается симпатия чисто, чисто, чисто женская, грубо мужа, высокоросковая пара. Ну, это значит, что, опять же, мужа вы не принимаете. Он, как говорится, помнит. То есть вы себя не понимаете. Если вы не можете принять себя, вы не можете принять другого. Если вы не любите себя, вы не можете любить другого. Так. Ну, идеально. Так. Ну, про это я тоже говорил. Вас задевает, вы чувствуете себя неудачно, скорее всего. И это вот как раз мазохистично позиция здесь проявляется. Так. Я не хочу себя сравнивать с теми, у кого хуже. Ну, повторюсь, сравнивать себя в принципе ни с кем не нужно. Вот. Такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.